Век информационных технологий активно процветает мошенничество. С развитием скоростного интернета, онлайн-банкинга, стираются границы и злоумышленники завладевают денежными средствами граждан. Киберпреступления регулярно видоизменяются. Как обезопасить себя и свой кошелек в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Из-за специфики нашего региона жители осуществляют покупки в большей степени в онлайн-магазинах. В особенности таких, как Авито, Циан, Юла и так далее. Там мошенники предлагают товар по низкой стоимости, и покупатели вступают в сделку. Прежде чем совершать покупку, необходимо проверить принадлежность номера телефона продавцу и посмотреть отзывы о нем. Помимо абонентского номера и отзывов, необходимо данный абонентский номер ввести в поисковых строках, и уже там также могут выйти те или иные отзывы. Ну и, соответственно, в ходе телефонного разговора обращать внимание на все нюансы, с кем вы разговариваете, по голосу определить, человек благонадёжен, неблагонадёжен. Все вот эти параметры, они имеют место. Также следует обращать внимание на ссылку интернет-магазина. Злоумышленники зачастую создают сайты-клоны. Покупателям необходимо проверять ссылку на наличие удвоенных букв, других символов, которых в оригинале быть не должно. Следующий вид мошенничества – когда продавец законопослушный гражданин, а покупатель является злоумышленником. В последнее время у нас широкое распространение имеет так называемые безопасные сделки, при которых физический продавец и покупатель не контактируют, находятся в различных регионах. И для осуществления оплаты покупатель якобы направляет ссылку на безопасный перевод денежных средств. В данном случае также нет, ни в коем случае не стоит бездумно переходить по данным ссылкам. Один из популярных видов мошенничества происходит через социальные сети. Пользователи переходят по ссылкам с опросами и теряют доступ к своей странице, которой заводевают киберпреступники. Далее мошенники отправляют сообщения списку контактов с просьбой отправить деньги, так как кто-то попал в беду или просто нужно выручить. В данном случае, что необходимо, когда вы получаете такое сообщение, свяжитесь с владельцем страницы в социальной сети, убедитесь в том, с какой целью он занимает денежные средства, если вы готовы выдать данную сумму, что случилось, если это какая-то беда. И вы уже сразу пресечёте на данном этапе совершение противоправных действий в отношении вас. С подобными просьбами злоумышленники могут также позвонить на ваш личный номер телефона. Представившись сотрудником полиции или знакомым, ни в коем случае не переводите денежные средства. Не менее известный вид мошенничества – якобы блокировка банковской карты или предотвращение транзакции денежных средств. Что нужно помнить всегда – сотрудник банка ни в коем случае не будет звонить по таким поводам. Банки блокируют данные операции сами, впоследствии уведомляя через СМС-информирование либо посредством онлайн-приложений о том, что те или иные операции заблокированы. Что делают в данном случае мошенники? Мошенникам необходимо завладеть, помимо того, что реквизитами счёта вашей банковской карты, необходимо также зачастую им подвезти. Они хотят подвезти вас к банкомату, чтобы вы провели под диктовку те или иные операции по переводу денежных средств на счета, которые называют они. Необходимо прекратить дальнейшее общение с мошенниками и позвонить в свой банк, рассказав всю информацию, полученную от злоумышленников. По статистике, только 30% дел, связанных с мошенничеством, раскрывают. Жители регионов в прошлом году распрощались более чем с 5 миллионами рублей. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам вас одурачить.